Латвия, привет! Сегодня выборы президента Латвии, и я хочу поделиться своим прогнозом. Скажу сразу, я тупо строитель, я человек недалекий и не разбирающийся в политике. Ну вот смотри, что я заметил. Первое. Выборы — это от слова «выбирать». Ну, когда я беру и выбираю. Смотри, у нас три кандидата. Я так предполагаю, три кандидата должно быть три выбора. Пример, смотри. Первый кандидат говорит, ребята, мы идем на восток. Средняя наша месячная зарплата сейчас 1500, а будет 1834. Говорить мы будем на трех языках. Политика у нас будет такой-то и такой-то, мутки. Однако. Второй говорит, нет, мы идем на запад. Средняя месячная зарплата у нас будет 3000 евро. О, здоровье у нас будет в приоритете. Там то и то, и то у нас будет такой-то, мой нормальный вариант. Вот надо разорваться между двумя выборами. Хоба, тут третий президент выскакивает, ну, кандидат президента. И говорит, нет, мы идем на север. И вот зарплата средняя месячная у нас примерно будет 4,5. Вот. Здоровье там и то, и все. Вот в таком варианте. Тут такой, елки-палки, какой тяжелый выбор, понимаешь. Хочется и там вроде бы, и там, и там. Ну, сейчас будем сидеть выбирать, кого мы выберем президентом. Ну, вот это называется выбор. Вот. Но беда в том, что я вчера вечером посмотрел конференцию трех этих будущих кандидатов президента. Назовем это праймарис. Я их послушал, они абсолютно ровные. Они повторяют все одно и то же. И, по сути дела, у нас у страны никакого выбора нет. Просто вот так вот мы будем двигаться, а куклу, которую мы поставим, ну, может быть, баба, может быть, барыга, может быть, гей. Вот-вот выбирайте. И они это называют выбором, понимаете. Немножко пленку назад промотаем. Напомню, что выбор у нас был Пиланс или Левиц. Сто процентов Левиц вылетает и Пиланс президент. А еще вариант, когда Глория Грифтова, один же голос был решающий, кто вот голосует. И она сказала, слушайте, как народ проголосует, так я проголосую. И фактически вот все очень было похоже на эту демократическую машинку. Когда, ну, по сути по делу, народ и выбрал бы своего президента. Даже если по законам что-то не получается, все равно получилось бы так, что народ выбрал своего президента. При этой схеме. И тут правдившие такие, не, нихера, все равно будет по-нашему. Хоба бы вытаскивать своего гея. Короче, вот он сто процентов пройдет, его мировое сообщество поддержит. Все, точка. У меня вопрос, а чем мы тогда отличаемся от Беларуси, например, от Лукашенко? Вот жители Беларуси знают, что сто процентов побеждает Лукашенко. А жители Латвии знают, что сто процентов побеждает банда Каринша. При любом варианте. И всегда только их вариант сработает. Я сейчас вот поездил по городу, и знаете, у среднестатистического человека, которого я сейчас встречаю, у него абсолютно нет никаких сомнений о том, что да, будет Ринкевич и никто другой. И все его вместе ненавидят. Вот все страну его ненавидят. Получается ровно такая же самая модель, когда все собрались, вышли проголосовать против Каринша, и победил Каринша. Помните, было такое подозрение, какого черта, что происходит? Сейчас с президентом все то же самое. Ненавидят все этого президента, которого нам подсовывают. Просто люто ненавидят. Не важно, какая у тебя национальность. И бля, буду, будет он президентом. И вот все это, да, как по мне, так это просто намек на то, что это не демократия, а высокая коррупция. И когда у нас говорят, что у нас одна из самых высококоррумпированных стран в Евросоюзе, да, я так думаю, а где же эта коррупция? Вот я что-то не помню, чтобы я полицейскому на дороге взятку давал. Или учителю, или врачу. Вот я не помню, откуда же мы так высококоррумпированные. И тут я понимаю, о чем идет речь. Вот я простой строитель, я тупо понимаю. Вот интересно, будет ли так? Как именно? Ну, народ же говорит, что Лэмберг, оказывается, шкура продажная. Языком пооболтал. Продастся в Енотебе. Как бы потеряет свой авторитет. А зачем он ему нужен старику? Зато вернет свои деньги. Активы, которые у него были заморожены. И несколько постов в министерстве заработает то, что потерял. Соу-соу, он вышел сухой из воды, плевать ему на Ватвию. Вот такой вот поворот. Будет второй тур. Во втором туре останется Пиланс и наш известный гей. Если мы посмотрим на корпорацию Пиланса, я строитель же, я же понимаю, что там чуть-чуть дела пошли не очень хорошо. То есть там увольняют людей прям пачками, что-то у них с контрактами не задалось. Они отобьют свои контракты, Пиланс перекрестится, он же предприниматель, скажет, неплохо я отыграл так позицию назад и поставит нашего известного гея. Я не знаю, как будет. Мне почему-то вот так кажется. Не потому, что я какой-то аналитик, а это прям летает в воздухе. То есть я зашел в магазин, один так сказал, второй сказал, третий сказал. Неужели у нас люди настолько предсказательные или настолько все очевидно? Но для всех злых языков, ребята, Латвия, без иронии, самая позитивная страна Евросоюза. Ну, в самой позитивной стране Евросоюза могут быть какие-то негативные маленькие элементики. Эти наши политики. Единственное. Минус в Латвии. Продолжение следует...